Ну что ж, новый день, новый персонаж, как говорится. Это Гвард с Верой Домогонни. На самом деле это не новый билд. То есть он был очень сильным, когда Лига Битрейл, кажется, была. И я опять решил этим поиграть. Ну, кстати, билд очень хорошо себя показывает. Это я на ССФ, когда этого играл. Это уже хардкор ритуал. Потому что у Гварда, у жреца, у него многих камней нет, у него поезда нельзя купить и так далее. Ну, то есть многое надо закупать, плюс у меня табулы не было. Вот поэтому я трансфернулся на ХК, закупился. То есть тут зачистка офигенная, плюс я поставил пирс, пирс-суппорт. В чем минусы? Минусы в том, что тут такая лаба, что тебе надо 5 приспечников иметь, чтобы иметь анслот. Вот. А тут, получается, все приспечники быстро умирают, потому что сам Геральт Агоний, как известно, он не воспринчив к урону. То есть ты обычно, когда им играешь, то урон, ну, ты урон только вкачиваешь, ты хп не вкачиваешь. Вот, а поэтому остальные приспечники быстро умирают. А они нужны, чтобы подальше там бегать. Как-то так. Яд настакивается быстро, у меня Болл Лайтнинг с самым высшим стоит. Ну и Лайзер Пойзон, очевидно. Как вы поняли, это пятый акт. Сейчас покажу киталу. То есть тут урон напрямую зависит от яда. Чем больше яда, тем больше урон. В принципе, яд быстро настакивается. Я немного хп вкачал приспечникам, чтобы они хоть не так быстро умирали. То есть офигенно, это чистка. Ну, по идее, самому Геральту Агоний мне нужно хп, чтобы я сказал, он не воспринчив к урону. Мана быстро заканчивается. 28 маны стоит, Боллайдинг. Ну так вообще самонер, это круто. Самонер, он живучий. Вот я ноды взял на приспечников. Вот взял. И вот, потому что мне спектры нужны будут. Я буду со спектрами потом бегать, которые бафают. Все, теперь я, наверное, буду свою живучесть собственную вкачивать. Ну, у меня Корион Галим, потому что он физурон бафнет. Шесть зомби, ну и, соответственно, сам Скорпион. Смотрите, как полоска хп заканчивается быстро. Ну, то есть урон огромный, но очень хорошо работает, это не Кроули. Он хоть и не метовый, и почти никто не играет, но он сильный. Я не знаю, почему он играет так мало. Вы видите, для него шмотки нужны. Если бы не было шестеринкой, я даже не знаю. Что бы было? Ой, блядь. Я под слэм нашел. Сука. Бывает. К сожалению, бывает. Опять у меня ударили, шпп. Очень быстро умирает, очень много урона. Ну и сам саму неравный живучий. То есть дальше я начну уже хп себя вкачивать. То есть бустить свое желание. Персонаж постоянно усиливается, потом еще спектр призову. Спектр из шестого акта, который бафует. Тоже уроны улучшится под ними. Но так, по сути, я не знаю. Если приспешники будут быстро умирать, то может я вообще без зомби буду бегать. Буду просто без инслота. Потому что очень быстро умирает. В принципе, ничего особенного. Шмотки для левелинга. Ну, такое чувство. Тут статов много надо. Дексы. Ну вот я ее взял. Может потом еще надо будет. Посмотрим. Вот бегаю с такой штукой. Ну это я так пока одел. То есть это промежуточный шмот. Статов, конечно, много надо. Дексы особенно. Дексы обычно у жреца не особо много самого по себе. Ну что, в следующий лаби я тогда вкачаю тайм оф нит. Да, то есть свою желаемость. А в третий лаби я возьму вот это вот. Это вот Unwavering Crusade на Самонов. А в идеале тут, конечно, надо лоу-лайф или ACI. Ну, чтобы гвард полностью раскрылся. Конечно, в энергощите я в идеале бегать. Ну, для энергощита шмотки нужны. То есть посмотрим, я либо буду закупать, либо... Может быть сам скрафчу, найду шмотки. То есть в идеале надо, конечно, с энергощитом бегать. В принципе, я трансферму отца на ХК, как я сказал. То есть это уже не ССФ, поэтому... Есть возможность закупиться. Как-то так.